здарова ребятушки с вами ладушки мы находимся с вами в игре дизонард я хотел сказать а вспомнил понял даун волдаун даун холл как называется город не на самом деле не до конца вспомнил хорошо даун волосы по-моему называется что у нас по заданиям устраните так 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 найти эмили забрать дневник с компроматом верховного смотрителя дополнительно обойти стены совета по переулкам bottle street это вот и дополнительно вломиться в квартиру доктора гальвании на бульваре клеверинг и спасти капитана и так ладно насчет обойти по bottle street это понятно нам поручила это старая вот этот кошелка как раз она хочет разобраться с бандитами а у меня будет какая-то так умение о умение да кстати у меня четыре руны вселение это три на самом деле я еще не до конца разобрался я не буду сейчас торопиться стена контора доктора а переулки bottle street это у нас где эндориа стрит bottle street то есть нам по идее сюда хорошо да как там было 102 я в прошлый раз посмотрел а забыл а вот костяном или 35 метров кстати отсюда может сходим он не так далеко посмотрим что здесь хотя не такое ощущение что это как-то не не сюда надо вот хотя может через верх не знаю не знаю не сюда сюда я никак не проникну да хорошо так что мне надо а вот седьмое перемещение мне надо да кстати не и это укладину не уклонение выглядывания забыл хорошо пойдемте по bottle street я не против в общем то что у нас здесь ждет очень фишка я могу покушать замечательнейший шашлычок из крысы на вертеле выброшенный в какую-то гнилую рыбу на улице чума давайте мы его съедим хорошая идея даунвал виски нет и нет стоп вот остаться на bottle street надо быть внимательней я чуть не пропустил это хорошо у меня был сейчас такой порыв выключить фонарик хотя фонарика тут нету но ладно а что у нас весь курю щелк но они бандиты с этим я церемониться не буду ой 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 у вас я не хочу спросить о маске я не хотела бы увидеть что я не хотела бы увидеть что-то что ты знаешь что я вернусь к вам прийти к гриву это мой бизнес Ну, это было, в один момент, но сейчас я уменьшился к оборудованию вещей от здесь и там, когда город умирает. Если вам нужны что-то, я не помню тренировать немного денег. Может быть, в algún день плага сберет, и все будет возвращаться к нормальному. Но, до этого, это оборудование для меня. А вот и руна, которая была за стеной, видимо, мы ее видели. Так, хорошо. Отрывок из книги морских традициях и резьбе по кости. Говорят, костяные амулеты приносят морякам удачу. Искусство резьбы по кости пришло из древних времен, когда оно передавалось от отца к сыну от старых мастеров к молодым мастерам, которые недавно поднялись на палубу. В те времена для резьбы использовались бивни ледовых моржей и огромные клыки медведей, населявших острова к северу от Тивии. С развитием китового промысла стали использоваться кости этих огромных животных. Из них вырезали амулеты, которые поют в ночи, придают мужчине силу или же не дают женщине забеременеть. Офигеть, какие у вас тут способы контрацепции крутые. Итак, логический отчет западная пандусия. А, это деньги. Я тебя понял. Тут, кстати, двое ребят. Я не уверен, насколько нормальным способом они ушли из жизни. И насколько вот этот вот прохвост, которого мы сейчас спасли, адекватный. Но все же, те двое эти были явно бандиты. Поэтому я, в общем-то, наверное, пока что не жалею о том, что я сделал. Это сверкало, как будто это можно забрать. Но, наверное, нет. А что с тобой сталось? Почему? Это крысы его так обгладали? Почему он так выглядит? Тут уже трупы лежат. Тут можно забраться. Вот сюда можно забраться и можно пройти. Ага. Так, хорошо. Там у нас есть стелсовый пульт, если что. Здесь. Лавка этого старикашки. Открыть торговцу картину. Это не ты, разве? Там дротик, кстати. Покажи мне свое добро, да. Блин, звучит так. Так, хорошо. Я тебя понял. У тебя есть эликсиры. У тебя есть чертежи усиленных линз. У меня монет 266, кстати. Чертеж формула Соколова. С ее помощью можно создать напиток, который останавливает здоровье и защищает от чумы. Как повысить надежность системы из нескольких линз? Его помощью можно увеличить оптическую силу линз в вашей маске. Я, наверное, вот это вот возьму. Если у меня будут деньги, я бы потом вернулся сюда. Наверное. Я не уверен, что буду возвращаться этим же путем. Ну вот, если что. Хорошо. Через Ботл-стрит. Тут, кстати, квартира этого доктора. Мне нужна семерка. Мне нужна семерка. Кажется, он произносит какие-то неприличные слова, когда он телепортируется. Я бы вот в квартиру дока сходил бы, кстати. Бульвар Клеверинг. Пройти за первую стену. Блин, я не уверен, не профукаю ли я задание, если сейчас пойду сюда, а не туда. Возможно, я смогу вернуться. Я вот, кстати, вот этого не знаю. Давайте мы сейчас и впятнёмся. Извини, чувак, я... Я думал, что F надо будет нажать в падении. Хе-хе-хе-хе. А тут что? Тут ничего. Дюкен-дэнсер-эйл-хаус. Мерит-принтинг-фирма. Пенниверт-садель-эмпориум. И Смок-стрит-дайс-холл. Блин, кто же знал, что оно так? Войти в контору Гальвани. Да, войти, пожалуйста. Верховный смотритель Кэмпабелл. Кэмпабелл. Или Кэмпбелл. Так, да. Загрузка. Оу! Тут люди. В принципе, что я удивляюсь. Нет, я не знаю. Ступидный, господин. Я не знаю. Я не знаю. Он поворачиваться начал. Я знаю, что ты был. Взрыв металл. Взрыв! Взрыв! Не прокатило по стелсу. Хотел. Честно, хотел. так лутать вас не получится у нас не лутабельные ребята я вас понял есть взять из дневника путешественника я родился и вырос в горе стали юность моя прошла в небольших городках а блистатель нам даун воли в блистательный даун воли приехал уже взрослым здесь в столице я научился ценить искусство когда выпадала возможность описать мое путешествие серка но стивию и морли и оставлял я оставил должность клерка которую занимал при покойном лорде когда выпала возможность ну да при покойном лорде эстермонте как и многие другие жители даун воли я слишком привык к высокой культуре и был порядком разочарован морли в своем дневнике я поведаю почему нахожу праздник маслобоев утомительным несмотря на яркие флаги голые ноги и красные платья и почему стремлюсь забыть вкус знаменитого студня из языка хищного буйвола расскажи расскажи нам чувак только наверное в другой книге да это я топаю хорошо тут много предметов искусства ключик хорошо может я тут денежку кстати найду чтобы пойти потом закупиться было бы неплохо слэк джоу так кстати я там этот тротик таки не поднял торговцы ну хорошо по крайней мере об этом сейчас вспомнил на трек из трактата о семи запретах умерь беспокойные руки ибо они быстро становятся слугами чужого а стоп чужой то у нас типа дьявола здесь что ли получается мы сейчас очень интересно получается да не заняты честным трудом руки тут же устремляются к неправедной наживе пустым стремлениям и злодеянием зачем нужны руки которые крадут убивают разрушают лучше положи их на плуг вилы или лопату даже самая грязная работа исполняемая с должным усердием выжимает мускулы изгоняет зло из души и тела такой обычный религиозный трактатец очень многое такое делали для того чтобы держать людей в узде так отрывок из брошюры по профилактике чумы в город до сих пор уходит ложивые слухи о чуме укус речного хрустака хрустака не защищает от заражения толченая морлийская орхидея не является лекарством несмотря на домыслы будто бы хрустаки орхидеи входят в состав бальзама перо и эликсира соколова за заблаговременное употребление названных выше лекарств является единственным известным способом избежать болезни кроме того аббатство обыватели призывает избавиться от суеверий дым от двух сожженных миног и одной кошки нельзя вдыхать произнося имена умерших о чумы и это не защищает от болезни и является еретическим ритуалом всякого же еретика смотрители будут преследовать со всей строгостью запомните и сообщите соседям эти простые меры защиты избегайте контакта с заболевшими ежедневно принимайте порцию эликсира желательно утром сообщайте властям едва заметите признаки заражения на других лишь совместными усилиями мы сможем остановить болезнь очень актуально учитывать наши сегодняшние обстоятельства связаны с к видами всякое такое ладно пепельница вас крысы дома ничего я не знаю тут много осталось людей немного вообще чё чё я делаю вот у снизу было трое но в том-то и дело что было так 4 день месяца ветра части человеческого тела здоровый аппетит что расписание кормежки панк консервирование китового мяса съели туловище человека части трупа не уходит без труда без корма агрессивность увеличиваются случаи каннибализма инцидент со старой горничной стали биржка без кормежки до первого он крыс сам людей скармливал веселый доктор есть веселый молочник а тут прям веселый доктор так я наверное зря крадусь на самом деле кто знает кто знает какие-то механизмы ломать стекла я наверно ей не буду ящики не открываются привет чувак так на второй этаж я все-таки наверное прокрадусь потому что тут да тут тут ист в коробке Раты получают вселенные исцеления везде, доктор сказал. Виталные исцеления? Что значит гуд? Я думаю так. Так что твои руки нужны скребть. Вы не чисты. Не чисты? Это нонсенс. Не, я тебе говорила. С ручкой алкоголем или виноградом. Хорошо, хорошо. Что он делает там весь день? Амброс говорит, что кто-то там? О, нет! Я хочу помощь! О, пожалуйста! Нет, нет, нет! Чувак, успокойся. Не нужна тебе помощь. Маль, что ты меня палишь? Иди сюда. Минуточку, а... Я хотел, честно говоря, ее оглушить, но... Я нажал не ту кнопку. Нет, вот эту вот, честно, я не хотел убивать служанку, потому что, ну, она не военная. Она мне ничего не сделала. Тут был просто мисклик. Ребят, пардоньте, я постараюсь такого больше не делать. Любизная мисс Бентон. Прошу, убирая мой кабинет, ограничить мытьем полов. Не читайте и не перекладывайте книги. Лучше вообще держитесь от них подальше. В противном случае, мне придется отказаться от ваших услуг. Искреневаш доктор Гальт. Он меня не будет в городе несколько дней, поэтому оставлю плату на неделю. Вперед, к сожалению, банк был закрыт, поэтому здесь только половина суммы. Уверяю вас, остаток вы получите на следующей неделе. Я понял, ключ у нас от кабинета получен от служанки. О, а вот это хорошая опция, задуть свечи. Блин, ну и как я там должен был простелсить? То есть дождаться конца разговора, а и у тебя тоже был ключ. Зараза, глазастая. Ну я еще и сюда зайду. Я же тут уже все равно... Блин, надо что-то схавать. Тут был спонсла разбивать. Блин, слушай, а кресло у тебя удобное, кстати, чертяка. А, эти тоже можно задуть. Прикиньте, вот так сидишь, такой рассуждаешь. Прикольно. Доктор у нас, конечно, тот еще... Чувак, он тут экспериментики не самые хорошие проводил. Хотя, на самом деле, мы не знаем, к чему эти были все... О, код от сейфа. Я еще пока... О, съесть можно. Я еще пока не встречал никаких намеков. Остаться, остаться. Это выход на улицу. Не надо. Хотя, я читаю все, что попадается. Я пока не встречал никаких намеков на комбинацию с сейфом. Вот, мы сейчас еще походим. Посмотрим, почему серебряные подносы не считаются деньгами. Как и в некоторых других играх. Крысы, 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 крысы. Каминов у него много, кстати. Они отсюда, кстати, лезут, эти крысы. Так, что же, если будешь... А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дорожный заметок Антона Соколова. Откуда у тебя... А, ну это книга, по сути. Люди, с которыми я отправился в путь хорошей моряки. Могу поклясться, многие из них не раз ходили под пиратским флагом на Сирконском архипелаге. Половина из них погибли, через то, как перед нами выросли ломанные силуэты Красных Утесов, встречающие всякого, кто добрался до далекого континента. Болезни, драки, яд маленьких рыб, что стайками приносится над волнами, палубы корабля, Иван Завит, Ядавит и Иглова. Все, чего касается двоих смело с палубы ветром демонической силы. Молчали его шторманы Стиви и нашли мертвым собственные койки, закутанного в белые меха, и в глазах его застыл ужас. Немногим удалось пересечь океан, а расстояние до Пандуси превышает все мыслимые пределы. Другие умерли, карабкаясь на утесы. И вот я стою здесь с горсткой людей и смотрю на самый огромный участок суши, который только существует. Мои спутники напуганы и растеряны. Капитан недавно скончался от укуса зверька, напоминавшего видом обычного степного крота, но проявившего невиданную свирепость, когда его попытались поймать. Теперь этих людей придется везти мне. Интересные вы места исследуете. Месье Соколов. Ну пойдемте на третий этаж. Оу, это мне тоже придется разбить. Я это, кстати, первый раз вижу. Пружинную мину можно прикрепить к любую поверхность. Просто прицельтесь и нажмите... Ну, так. При приближении врага мин сработает взорвавшись облаком шарапнели. Ок. Используем. Может быть, попробуем. Не знаю. Посмотрим. Стрелу потратил. Жаль. Белые крысы, кстати. Там же Шамулет мне говорил, что белые крысы будут моими союзниками. Белую крысу я тогда, наверное, трогать не буду. Тум. Ну что ж, Гальвани. Взять эмбрион крысы? Все просто бутылки, да? Это ничего ценного. Для меня ничего ценного. Возможно, для доктора это прям труд его жизни. Да. С этой стороны это было бы, конечно, жестоко. Тут он текстурку рыбы изучал. Неплохо. Тут тоже всякого намудрено. Док-док. Внутренности крысы. Привет. Ну что ж... У ванны здесь. После центрального лекарства. It's a muerte. 15 метров. А как мне туда попасть? Блин, неужели мне нужно вселение? Стоп. Умение. Там же можно было вселиться в какое-то животное или что-то такое, да? Нажмите во время вселиться в тело животного, чтобы покинуть свое тело. Нажмите еще раз, если ваш носитель покинет вас, постигнет та же участь! Если вселиться в мелкое животное, оно сразу умрет. На втором уровне вы получите возможность вселяться в людей, в тело другого человека. Вы можете выполнить только самое простое действие. Минуточку. Я могу вот... Нет. Девять это вселение, да? У-у-у-у-у! Вот это прикольно на самом деле. Внутренности крысы. Потайная комната доктора Гальвани. А-а-а! А-а-а! Я могу еще и телепортироваться сюда? Вы серьезно? Найдите потроха чумной крысы. Нашел, спасибо. Так, отрывок записки приложений, приложенный к официальному докладу группы 17-а ремонтной службы. Меня попросили изложить проблему, но так вот она. Год из года... Год из года месяц сетей мы работаем как проклятые. Я в это время даже семью не вижу. Трубы постоянно забиваются всякой дрянь, да еще и вода смердит рыбьими кишками. А закончить все, хоть убейся, надо к месяцу дождя. Да, сами знаете почему. В принципе, предсказуемо. А служба гражданского строительства никогда нам не помогает. А 28 лет на службе я и... На службе и встречая этих болванов, только когда они спрашивают, выдержит ли система из их очередной расчудесный мост. А, ха-ха. Последние три года стало еще хуже. Все дело в хрустаках. Если кто вопит, будто человек заживо сжигает, мы тут же влезаем наверх. А что тут сделаешь? Офигеть. Так, ладно. Я такого поворота не ожидал. Я также не видел... Тратилось... Я просто не заметил, тратилось ли у меня манна. Каждый... Ну, один раз потратилось за вселение, или же она тратилась постепенно. И еще в чем прикол. Смог бы я сюда попасть без крысы. Или нет? Это интересное кино. Так. Отрывок из цикла беседы с чернорабочим. Рассказ крысолова Лены. Лена, держусь там. Раньше-то как было. Берешь мешок, палку побольше с гвоздем до конца, и идешь за крысами. Городская стража платила по весу. Мы с моим муженьком... А, крысоловки Лены. Все, все, все. Все верно. Все нормально. Мы с моим муженьком Бенджамином работали вдвоем, и у нас неплохо получалось. Если находили особенно зловредные выводы, иногда нанимали уличных бродяжек себе в помощь. Тех, что младше, чтобы, значит, они нас побаивались. Платили им хлебом и яблочным сидром. А как началась чума, крысы переменились. Стали больше, свирепее и ловчее. Приходится все время быть насторожи. Если эти твари загонят тебя в тупик, то запросто набросится. Все стоя пару раз, едва ноги унесла. Пришлось по катакомбам удирать. Укусы долго не заживают. Но страшнее всего звуки, которые эти крысы издают. Я из-за них спать не могу. Они здорово опасные. Здорово опасные. Так что платят за них получше. Но это не слишком утешает. Эти твари сожрали уже кучу крысоловов. Одно неверное движение, и они бросаются над себя, рвут на части. Так скинул и мой бедный Бенжи. Говорит, что эти крысы очень сильно отличают от обычных биологических крыс. Отрывок из рецензии на трактат. Рецензии на трактат, запрещенный торговым советом Радшера. О Прокотти, авторе памфлетов против китового промысла, мало что известно. Этот автор обладает определенным талантом, но его воззрения абсурдны. Они подрывают экономические устроя империи. Первое. Разведение. Прокотти предлагает разводить китов в неволе, а не охотиться на них в открытом море, где они живут естественной свободной жизнью. При этом он не спешит объяснять, каким образом мы должны выпасать этих огромных свирепых животных. Насчет свирепых, кстати, ну ладно. Второе. Угроза вымирания. Он говорит о разрушении социальных связей в китовых стаях. Прокотти использует термин «семьи», говоря о китах. Третье. Гармония. Пустые рассуждения на тему эстетики. По мнению автора, огромные и свирепые поокеанские чудовища обладают деликатной натурой. Ему следовало бы поговорить с моряками, которые возвращаются в порт с круглыми от ужаса глазами и рассказывают о свирепости китов. Четвертое. Нарушение природного равновесия. Прокотти без всяких на то основания утверждает, что истребление китов является серьезной угрозой для природного равновесия. Короче, Прокотти. Первый чувак, который начал что-то осознавать. Поскольку мы знаем, что сейчас, ну, в нашем мире, по крайней мере, киты находятся на грани вымирания именно из-за китобойного промысла, то, в принципе, то, что он говорит, это все правда. Отрывок из записки естествоиспытателя. Больше года изучал эту проклятую чуму. За это время я провел вскрыть нескольких тысяч крыс. Они размножаются и взрослеть так быстро, что можно вырастить множество поколений за короткое время. Сами грызуны обладают иммунитетом к чуме, но распространяют без возбудителя болезни среди себе подобных, вероятно, через клещей. Изучая кровь разных поколений крыс, я сделал замечательное открытие. Крысы, пойманные в бедных районах города, переносят чуму на протяжении уже нескольких поколений. Крысы в пристани, откуда, как считается, в город попали зараженные грызуны в других землях, носят чуму совсем недавно. Это может означать, что крысы каким-то образом попали сперва в трущобы, но разве это возможно? Буду продолжать исследование, даже если не узнаю ничего нового, хотя бы докажу, что бальзам, пьеро и эликсир с околопой в правильном применении служат надежной защитой от чумы. Окей. Это мы все почитали, это мы все поняли, кстати. Что насчет сейфа? Я был бы вот совсем не против его открыть. Вот честно скажу. Вот, пойдемте посмотрим, может в тайной комнате у нас будут какие-то, ну как минимум деньги. Так, это же я прочитал? Да, 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 меня позвали изложить проблему, так вот она. Тушка препарированная... Почему тушка в тайной комнате, кстати? А, а, а? Так. Вот тут никаких цифр я не вижу. Где он... О, хлебушек, я съем, спасибо. Где у нас могут быть цифры? Я бы очень хотел открыть этот сейф, мне интересно, что там. Мне крайне интересно, что там. Там, кстати, живопись довольно любопытная. О! Прошел так мимо. Сообщение из Академии для Гальвании. Последний ящик с необходимыми вам материалами прибудет на этой неделе. Поосторожнее, с белым фосфором. Будь жаль, если у вас разорвется фосфорный... Разовьется фосфорный некроз челюсти, как у тех бедолаг-дубильщиков. Достаточно, что вы вынуждены работать тайно. Почему? Секторы были бы очень недовольны. Да что там, они были бы очень довольны, чтобы они были бы в восторге. Вскрытие крыс должно проводиться на городской площади в окружении толпы любознательных студентов, а не в грязной тайной комнате среди пыльных фолиантов. Впрочем, вам еще повезло, что у вас есть старый друг, который никогда не покидал Академию. Дайте знать, если вам что-то понадобится. Но имейте в виду, может уйти целый месяц, чтобы собрать очередную посылку. Ваш собрат в науке Артемис Мур, мастер закупок и распределения Академии Южное Крыло. Если окажетесь в наших краях, заглядывайте в гости. Зачем мы? Мы редко видим новые лица. Буду рад угостить вас тиванским бренде. Вот в этой записке нам давали намек на тайную комнату. И, наверное, вот эти вот колеса мне бы еще давали этот самый намек. И еще лампы, которые туда светят. Окей, это можно было бы найти. Я не уверен, что это можно было бы открыть без крысы. И тут как раз, тут всегда спавнится крыса, видимо, да. Именно как раз для этого. А там тогда что? Сюда можно было выходить... А, сюда можно было так простелсить, взять, короче, крысу и залезть сюда, потом залезть сюда. Все, я вас понял. Что, 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 что? А, это качачечка просто. Я все равно не вижу никаких намеков на какие-то цифры, к сожалению. А я бы хотел... 287. Спасибо. Теперь вспоминаем, где был сейф. Он был на втором этаже. Я не знаю, я не уверен, что эти цифры от этого сейфа, но они очень сильно выделяются на доске, и я их скорее попробую. А где он был-то? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, ребят, я сейф потерял. Стоп, или он был на третьем этаже. а это я читал да 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 что наверное я почитал что это отрывок соколова и с которыми до хорошей моряки да 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 это что стоп сэйф значит на третьем этаже черт я потерялся ребят минуты его сейчас найду и мы вернемся да ребят я его нашел он отвратительно незаметный и уже занять я думал что его пропустил побежал на первый этаж на первом этаже было еще три охранники которых мне пришлось быстро убить так 287 если не ошибаюсь я не знаю почему там были два охранника еще внизу ладно опа 200 монет как раз то что мне нужно было чтобы скупиться у старикана то есть я мог по идее через первый этаж то даже не выходить я мог забрать час сейф и выйти через здесь вот и не ходить на первый этаж не убивать там трех охранников да там кстати бакс порванью чуваки куда-то побежали аж 7 до 7 ей зайти то изначально мог со второго этажа да надо быть повнимательнее к стелсу кто меня укусил так винокурня до винокурня очень не могу винокурня у меня 2 второстепенное задание пройти через этого так иди сюда у тебя чертеж куплю а вот заберу сейчас вот эти вот дротики которым все по прикалывали иди сюда чувак да 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 именно спешил мне нужно покажи мне добром значит чертеж чертеже так понимает все таки у нас самая главная вещь оу я там кстати неплохо подлутался все спасибо чертеж куплен пойдем теперь винокурню в куроварню пяточку нажмем сохранимся надо будет убить этого канат келдовый плаг не можешь убить красивую чуму да идем туда я пойду по побочкам потому что они интересны сейчас вот например мы пошли к доктору узнали несколько интересных вещей выходить на вражескую территорию на враждебную хейт хейтеры выстрелили сделали первый выстрел а ребята сбоку стрит сделали последний ну то есть типа вы крутые перцы в сети оу привет чувак эти не заметил и там чувак какой-то старый винокурни вот этих я вообще не буду задумываться убивать их не убивать потому что это бандиты окей эликсиры я нахожу я могу их применять не проблема с них еще денежки ключики сыпется тоже неплохо что это была за красная вспышка честно я до конца не понял кстати вот эти бочки с виски на нижней взрывные я думаете бочки-то с виски со свиски а я мог не лечиться я мог пожрать просто прийти к вам да сейчас было печально так эликсир из черного рынка отрывок письма до месяца рода мародеров почти до месяца рода мародеров почти не было теперь их становится все больше месяц рода это ну типа так название первое время их видели очень редко на теперь их все больше это пугает схемы у них простая в квартале вспыхивает чума туда выдвигается стража так мы оцепляем здание разбираемся с плакальщиками и вывозим людей с первым признаком болезни затем дело вступает инспектор а юристы оформлять передачу имущества собственность парламентов скорее вскоре по как по заказу является банды и буквально разносят дом на куски черный рынок процветает каждому нужно снадобья но далеко не все могут всего его себе позволить даже эликсир соколова не помогать тем кто уже подхватил чуму но если пить это зелье каждый день заражение можно избежать кстати неплохо некоторые банды наловчились покупать небольшое количество эликсира разбавлять его водой и продавать должен признаться если бы не получил эликсир на службе тоже пришлось бы покупать его на черном рынке герард кори 3 батальон городской стражи квартал осцепняков ха ха руда руда ерунда блин зря за хилочку потратил можно было нажраться тут всякого всякой гадости и остановиться так ладно надписи везде одинаковые это видимо был проход по стелсу но мы таким не пользуемся keep out да 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 keep out это и делаем ну серьезно надо наверное как-то немножко к этому отлично о электроловушки монтажный инструмент вы можете отключить защитную систему или заставить ее работать на вас для этого перемонтируйте электросистемы монтажных инструментов каждый инструмент можно использовать только один раз что в принципе логично спасибо но мне вернули эликсирчик кстати хаунт пэтс о неплохо неплохо так ну нам видимо сюда я честно говоря иногда и на корню да он мало привет я иногда чуть-чуть забываю что есть возможность телепортнуться я надавайте сразу включу вот я мог бы пройти это все как бы не ломясь напрямую да я согласен тут я поступил немножко коряво так что мой косяк теперь у меня есть все ключи так отрывок издания до изданной до чумы книги 2 приписывается описывать товары данного нет в империи более известного напитка чем виски старый даун вол этот это виски разве не этот виски ладно это виски не только отличается отменным вкусом и является важнейшим традиционным напитком всех слоев населения у капитанов пересекающих великих великий океан обязательно припрятана в каюте бутылочка этого славного виски ну да лучшее заведение держит обязательный запас этого напитка и даже фермеры гристаля непременно покупают старый даун вол чтобы отпраздновать рождение здорового ребенка некоторые предпочитают изысканные напитки вроде брэнди king street или марлийских вин но продажи старого даун вол в течение первых лет проведения правление императрицы джессамины колдвин продолжает расти нет сомнений так будет и впредь выдержана и разлита в винном квартале виски старый даун вол лучшие виски на свете лучше кофе на дороге выпиши протянешь ноги блин привет ребята завтра проверенного партнят раз не будет не забудь надеть штаны и строго соблюдай рецепт не забудь что часть одна часть эликсира соколова одна часть пасты из буковой смолы две части подслащенной воды это как они разбавляют этот эликсир наверное да тут на винодельни это все чем больше нас настоящее снадобье добавляешь тем меньше это зараза распространяется тем меньше монет я зарабатываю мы тут не благотворительностью занимаемся скледжев то есть один к четырем они разводят фигасе она же вообще бесполезная становится тогда зачем вообще снадобье продаете продавали потому что сразу воду эликсир да я просто лутаюсь я могу чуть по трубам пойти я кстати наверное час таки сделаю меня убили да меня убили там растяжка стояла серьезно блин это было глупо с моей стороны до спасли сохранить где надо было на входе надеюсь да 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 так то открывай это мы читали это мы читали и не за сохранится не сохранится вообще нужно боев пяточку почаще нажимать просто бутылки тут это то 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 блин там их много есть возможность просто застрелить парочку и телепортнуться я путаю кнопки мне нужно купить болты они успокоились я того убил убил тут можно поэтому вверх залезть вверх ползи ты чё делаешь блин вот сколько вас тут вот сейчас нормально было пройдено кстати вон последний я много стрел трачу мне серьезно я я понял почему это надо проходить по стелсу до меня дошло почему это надо проходить по стелсу потому что система боевки сись просто отвратительная черт побери так вот кстати растяжка почему она взорвалась я же и разри блин я третий раз на этом месте застрию серьезно так не все 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 хорош поехали значит а есть задеть да 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 а ох вот это было красиво короче сочетание с арбалетом неплохо получается крысы моментально понабежали вот куда деваются эти бандиты так ладно есть смысл покупать болты это как отстань что тупые что ли то есть трупами я приумножаю чуму в этом не хотите сказать идите нафиг если вы хотите сказать даже тараканы так быстро не прибегают зажигательные болты прикольно погоди может я что-то поесть найду тут же винокурню все таки ага вон растяжечка меня это убьет да я могу кстати ли портнуться через нее интересно туда сходить нету двери нету и еще кстати интересного у меня жизни нет ни ли гениться да можно делать вот так арбалетный болт да его можно забрать чувака обратно кстати наверное наверное в открытом столкновении имеет смысл использовать пистолет все таки а не арбалетные болты потому что они стелсовы руководство по работе приладить пустую склянку крану повернуть вентиль забрать полную склянку с эликсиром повторять пока дистиллятор не опустеет склянки не бить эликсир не проливать не пить и самое главное не танцевать зачем склянки не бить а я буду следующая партия семья табор 4 порции один ящик как одна порция а у меня есть кишки я могу за раз зачем мне это делать это типа да блин ладно выпить уже эту склянку для того чтобы повысить недовольство я же людей потравлю если я сейчас заражу вот эту фигню я отравлю людей с другой стороны тогда они перестанут покупать у них я убью людей да это некрасиво заранее признаю но такой жертвой вот списком вот этих вот людей два ящика пять порции три порции 4 порции они все они все скорее всего умрут весь вот этот список но таким образом все будут знать что банды сбоку стрит торгует дерьмом и у них никто больше ничего не купит хороший ли это поступок до сомневаюсь и получается старая ветошь я не пойму тогда ее мать нет понятно что она хочет избавиться от банды с bottle street но таким путем не знаю немножко сомнительно это же не люди это цепи просто извиняю да хорошо но он keep us from the никто не убережет нас от смерти что мы говорим богу смерти отрывок из записок естества открывать а большая часть года изучают проклятую чуму за это время провел вскрытие нескольких тысяч крыс они размножаются и взрослеты а кстати это мы читали это мы читали это я заберу спасибо ну по идее нам на выход наверное мне кажется хорошо ребят давайте тогда на этом серии то мы и закончимся на корне мы разобрались наверно потом пойдем еще по основам заданию следующий раз нужно два побочных мы выполнили спасибо что были с нами ребятки всем удачи добра бобра всем оладушек всем покеда а 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 Субтитры подогнал «Симон»